Время пошло. Мы представляем команду Санкт-Петербурга, у нас 3 человека, 7 программистов, и мы решили сделать нам в Кагатонии мобильное приложение. По основе проблемы, все мы знаем, что приложение, особенно мобильное, должно решить какую-то насыщенную проблему, которая у всех нас лопнула, но пока ее решение не было найдено. И такая проблема действительно существует. Это проблема организации досуга для туристов и людей, которые ничего не знают о каком-либо городе. Допустим, завтра вы приезжаете в Санкт-Петербург. Вы ничего не знаете, допустим, как мы, не знаем ничего о Волгограде, например, Владивостоке или Костроме. Надо прожить его с толком, то есть провести его с максимальной пользой, увидеть максимально все, что возможно, и чтобы вы не пришли, и оказалось, что все закрыто. Проблема, куда сходить? Вам два варианта. Либо гуглить, либо скажешь приложение из Google Play. Google Play сейчас приложение просто выводит список достопримечательностей в городе. Они не показывают ни кинотеатров, ни театров, ни сеансов, ничего. Это ничего не разбирается, не проверяется ни время, и самое главное, не учитывается желание пользователя. Он не проходит никакое тестирование, просто удается, мне ничего не нравится, в театре я не хожу, например, а ему их подают. Также можно опоздать. Вы можете не успеть на поезд, где-то остаться в театре, там будет закрыто, и вы опоздали. Мы сделали мобильное приложение, технологию, которую мы использовали. Базу данных мы подняли областный сервер на Азуре, там полностью функциональный Linux сервер, который производит все огромные вычисления. На самом деле вычисления очень серьезные, потому что там решение задачи оптимизации, потому что используется время, учитывается желание, составляется матрица, и по этой матрице ходит. И все это через интернет, с Google IP, в общем, там можно голову сломать. Данные мы использовали, открытые данные с Унибурга, и в сайт, как бы все данные там нормально, отсюда свои файлы, на их парсили и открывали. Еще планируем использовать, используя на каких-то частях, допустим, кинотеатры, театры, мы используем краулеры, которые входят по новостным сайтам, по лентам, и смотрят, работа не или нет. Так, подождите, я покажу, как бы, само приложение, оно у меня на HDMI нет, как бы, я покажу на эмуляторе. Давайте посмотрим. Не милее, чтобы все нажали, вот, не видишь, что это. Поблизи можно. Да, давайте посмотрим, да, чтобы все видели. Я думаю, что мы туда поглядем. Да, вот еще приложение, можно посмотреть на телефоне, как бы, человек вам сейчас покажет, как оно работает. Так, смотрите, кто хочет у меня, как бы, вот, начинаем тестирование. Мне нравится или не нравится театры? Мне нравится в музее, ну, допустим, нейтрально. Зоопарки? Нет, мне не нравится. Парки? Нравится. Кино нейтрально? Не нравится. Так, выбираю день приезда. Пусть 2 февраля. Выбираем 2 февраля. Когда приезжаем? Выбираю, выбираю, 8 утра. У меня прибывает поезд на какую-то станцию, 8.01. Уезжаю я в тот же день, в 23.01. Сервер проявляет поезд на меня. И у нас выводится маршрут, где что можно посетить. Можете развернуть на секунду, просто экран посмотреть и здесь не обратно? А, то есть это да. Да. Но здесь есть одно замечание, разумеется. Есть сейчас, на данный момент, реализовано полностью рабочее одно приложение. Но это приложение, к сожалению, не делает то, что мы хотели бы, чтобы оно делало. Не составляет полностью оптимальный матрос. Там, как бы, жесткий мотан, но это все, рекурс, там не хватило ума довести все это до нужной кондиции. И, разумеется, есть кое-какие упрощения на самих данных и на самом алгоритме. То есть алгоритм там через рекурс иногда улетает. Такое тоже бывает. То есть приложение требуется доработка. Но сервер сейчас находится на облаке, как бы, и вычисления все принимают. Все, можно задавать вопросы. Приложение, вот это можно посмотреть еще. Спасибо, аплодируйте. Ребята, все еще... Все, спасибо, теперь вопросы. Я члену слюни. Продолжение, пожалуйста, я не очень понял. В итоге выдаем, я говорю, с упрощением. И сейчас уже? С упрощением. С упрощением. Максимальное, что можно делать, это полностью идеальный маршрут. Он ему говорит, куда ехать, на чем, где, как, почему, от какого вокзала до какого. Чтобы все успели. Все кинотеатры были открыты, все музеи. То есть у вас полностью день расписан по минутам. Еще отели туда же, туда же, фастфуды. Что-то из этого реализовано. Но все проблемы в этом сервере, но у меня облакисление просто необразимое масштабное. Что-то из этого не может быть полезно тем, кто приехал на 2 дня и больше. Да, но это, сам представляешь, матрица будет еще больше. То есть 1 плюс 1. Да. Ну, пожалуйста, у вас там какая-то налегация есть или это просто список вы выдаете? Да, карту расскажешь, что на карте выводится. Да, да, на карте выводится, пользователю открывается карта, показывается местоположение примечательностей, также местоположение, а то текущее местоположение пользователя. То есть, что мы с хвостами. Ну, я еще говорю, конечно, что приложение требует... Выборки. Я не говорю, что... Два вопроса, Александр. Также планируется... Я понял. Два вопроса. Во-первых, самообучение какое-то будет у этого приложения? Ну, то есть, он запоминает мои выборы, дальше мои оценки какие-то. Постфакт. Вы имеете в виду авторизации, да? Авторизация, да. Я над этим думал, хотел сделать, но осознав эту проблему еще с автимизацией, я пока не сделал. Ну, это сделать. Вот это хакатонный. Понятно. Это требуется время. Да, хакатонный. И опять же, у вас сейчас идет, так сказать, разбивка по категориям, таким довольно стандартным музеям и так далее. Ну, музей может быть там русский музей, может быть и рарта, а может быть какой-нибудь краеведческий музей, который, так сказать, мало кто знает. То есть, по каким-то более человеческим критериям, типа оригинальность. Интроверт. Значит, да, ну да, да. Не хочу никого видеть, так сказать. Можно просто формировать, это тоже особая тема для исследований, просто формировать дерево, какой-то вопрос, в зависимости от, ну, динамической зависимости от ответа. Спасибо. Окей, спасибо. Так, еще вопросы? Подожди, я хочу. У меня вот, я пытался уже начать это рассказать, я не сказал, данные, которые в реальном времени приходят, например, на списание сеансов кинотеатров. Да, это я придумал, как сделать, это краулер один раз в день, утром собирает базу. Краулер написан, но на сервере он пока не приходится. А в прямом эфире нельзя эти данные получать? В прямом эфире, там есть проблема, проблема с временем доступа к гугловскому IP для измерения расстояния. Это все требуется отправить запрос, получить, рассчитать, матрицу изменить. Это тяжело пока что. У нас есть идея, как это сделать. Ага, спасибо. Так, Заварин, я последний вопрос. Ваше приложение решает очень сложную задачу, я смотрю. Да, очень сложно. Может ли быть такое, что задача НП полна и будет решена, то и какая человек уже вернется в этой поездке? На самом деле у Азура есть 20-яерные сервера, то есть не облака, можно проводить на них, то и сказать. Да нет. Окей, спасибо, все, следующий проект, пожалуйста.